Итак, я сказал, что n раз взятое число b чему-то должно быть равно b раз взятому числу n. Почему это так? А вот почему. Нарисуем прямоугольник. Он состоит из n строк. Я просто так хочу. Пока я рисую, хочу сказать, математик абсолютно свободен. Это самая свободная профессия. Он делает, что хочет. Вот я хочу нарисовать прямоугольник n на b, и ни одна собака не может меня спросить, а почему я так могу, имею право, и почему вообще я так решил. Решил, потому что решил. Все математические доказательства проводятся таким образом. Рассмотрим то-то. И если человек пытается все время спрашивать, а зачем, значит он не математик. Надо ему себя лечить от этой нематематичности. Нужно стать математиком. Тогда он не будет спрашивать никогда ни о чем, что и зачем происходит. Вот. Итак, у меня n, 1, 2, и так далее строк. И b столбцов. Тогда n умножить на b, это b плюс b плюс так далее плюс b, это количество клеточек в n вот таких вот строках. Ну, иными словами, это количество клеточек во всей этой таблице. А b умножить на n, это n, взятое b раз, то есть это столбец номер 1, столбец номер 2 и так далее. То есть это количество клеточек во всех столбцах. Ну и блин, вы видите, да, что это одно и то же, это та же самая таблица. Мы просто посчитали в ней количество клеточек, так и другим способом. Поэтому есть вот это вот фундаментальное тождество. А мы переходим теперь к вопросу о том, все ли подгруппы целых чисел мы вообще описали. Итак. Вот наша линия, вот наши целые числа. Ноль там для определенности, да, нам нужен обязательно. Ну и единица, да, вот это наше измерение. И вот у нас уже есть очевидный пример подгруппы. Это когда через какое-то расстояние мы взяли точки ровно через одно и то же расстояние. Или иными словами, мы взяли все кратные, положительные и отрицательные. Какого-то числа b. Здесь b равно, несомненно, трём. И вот это вот множество в три раза более разреженное, чем целые числа. Оно носит вот такое наименование по очевидным причинам. 3z. Ну а в общем случае bz. То есть множество всех чисел кратных b. И является подгруппой целых чисел. Ну и ещё есть отдельная подгруппа, стоящая из одного нуля. Утверждение. Других подгрупп нет. Никаких других подгрупп. Внутри z. Нет. Доказательства. Доказательства мы естественным образом придём к ещё одной очень важной конструкции, которая называется деление с остатком. Начало доказательства. Рассмотрим любую подгруппу. Мы уже знаем, что если в ней какой-то есть ненулевой, ну если нет никаких ненулевых элементов, значит она уже описана нами, это ноль. Если есть какой-то элемент b, то есть все его кратные в этой подгруппе. То есть по крайней мере любая подгруппа должна содержать вот такое вот, значит, такое количество кратных. Значит, давайте рассмотрим, вот если у нас есть какой-то элемент, опять же, противоположный ему тоже есть, потому что мы умеем складывать и вычитать, и ноль у нас есть. То есть вместе с любым элементом любая подгруппа содержит и противоположный к нему. Поэтому если есть какая-то нетривиальная подгруппа, то справа от нуля есть какие-то её элементы. Так давайте возьмём самый ближайший элемент к нулю. Обозначим его за c. Я утверждаю, что b кратно c. Доказательства в следующей лекции. Доказательства в следующей лекции.